Всем привет, друзья! В народе есть поговорка «нет куда без добра». В нашем случае она была трансформирована в аналог «нет хорошего блога без дисквалификации тренера». К сожалению, сегодня Михаил Гробовский не может принять участие в матче из-за дисквалификации. Зато благодаря этому мы снимем супер-бупер эксклюзивный и уникальный блог. Заинтригованы? Смотрите дальше. Первый раз быть на скамейке очень волнительно. Я решил спросить советов у опытных, у зубров, мастеров этого дела. Павел Головацкий, ну я не знаю, дольше всех, наверное, стоит на скамейке в клубе. Сколько? Лет 10? 12. 12? С первого сезона. 12 лет человек. Ну, советы, Павел Владимирович, как себя вести? Очень внимательно, смотреть по сторонам, шайба не попала, потому что если попадает, то это все. Еще что? Хорошо, буду внимательно. Стараться не мешать игрокам. Так. То есть внимательно. Ну, следить просто за игрой. Следить за игрой? Да. Три совета есть, идем спрашивать дальше. Спасибо, Павел Владимирович. Естественно, в таком важном деле, как нахождение на лавке, нельзя обойтись без советов тренера команды, собственно говоря, которого я сегодня, ну, конечно, не заменю, но буду пытаться как-то подменить. Михаила Грабовского. Михаил, ваше наставление? Как себя вести на лавке? Что делать? Как мне вас заменить, чтобы игроки почувствовали вас на лавке, а не меня? Ну, подбадривать их там, по плечу похлопывать, вот, потом подталкивать там, на ухо шептать. Что шептать? Заклинание или? Чикатись, шею немного, да, но можно. Вот так, да? Массировать там. А как массировать шею? Можете показать прям так? Вот так вот, да, так. Нет, на самом деле, вот так. Все, понял, так, так, так. Ну, на самом деле, блин, если ты мне скажешь, как на самом деле лучше, то я возьму твои, твой совет. Я боюсь, что я выйду и потеряюсь просто, да, и упаду в опорок. Они сами знают, что делать. На самом деле, все было сказано о тренировке, поэтому... Просто по моментам подсказывать, где, куда, когда меняться, когда, куда выходить, вот. Главное не переживать, все нормально. Буду пытаться, главное не переживать, вам можно выдохнуть. У меня еще есть 15 минут, чтобы успокоиться. Буду стараться. Иди выпей лимон, 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 чай с джинджером. Все, нормально. Хорошо, спасибо. Честно говоря, очень страшно, очень страшно. Все здесь, пару минут до начала игры. Честно говоря, немножко волнуйся, но ничего. Ты стоишь за игроками, значит, должен давать им уверенность. Поэтому никто не увидит моей страха, что ли, перехочет. Поехали. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Хороший, художественный. Работает скамейка, прям чувствуется. Все друг друга поддерживают, говорят, кто как сыграл, бьет кулачки. Это круто. Это хорошая атмосфера. Вообще, как бы я хотел что-то подсказать, но даже не знаю. Хочется быть полезным, но в моем случае быть полезным, это просто не мешать, наверное. Спокойно, спокойно. Вот здесь было не очень хорошо. Оттанцуем они. Крэг очень громко кричит. Слышно прям, даже мне прям отчетливо, что он кричит. Вот здесь аккуратнее надо сказать, аккуратнее. Надеюсь, вам слышно. Давай, давай, давай. Спокойно там разобрались за воротиком. Правильно, правильно, правильно. Честно говоря, хоккей вообще отсюда по-другому. Я смотрел его возле скамейки, но на скамейке все отсюда по-другому. Представляю, что с трибуны здесь это вообще две большие, огромные разницы. Первая сфера у нас. Четко в девятку бросок. Михаил, наверное, не гордится. Я не могу громко кричать. Что-то там советует. Михаил, работаю как могу. Опа. Посадил на зону. Хорошо. Оп, башка. Молодец, молодец. Работаю. Молодец. Кстати, обратите внимание, что тренеры у нас положились. Вот Фавел Викторович с защитниками. Крэг в целом над командой, а Андрей Анатольевич Мезин сегодня скорее всего отвечает за нападающих. А я отвечаю за Дэнни Тейлора, что-то. Мишка-мишка. 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 Чудом только что на спорте. Но второй гол был ближе. Давай-давай. Иди, доиграй, доиграй. Еще. Кстати, скорее всего я ответил на один вопрос, когда мы мучили, когда игроки или кто-то говорит «тайм» это значит смена. То есть не «чейндж», не «шильд». Они говорят «тайм», «тайм», «тайм». Время. Что там происходит? Воскресенье. Сейчас каждую шайбу надо туда, в глубину. За это все проблемы. Олег Евенко мотивировал партнеров. Уп! А вот это опасно. Один в один выход. Стефана идет. Молочек. 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 Ой, 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 ой. Доктор идет. Вокруг все доктора. Попала в судью. По регламенту КПХЛ помощь должен оказывать только доктор домашней команды. Наш доктор Борисович уже пошел на лед. «Перестартом третьего периода спросил у Крэйга, как он хочет, чтобы я себя был на скамеге. Может, мне стоит эмоционально взорваться или подбадривать тебя постоянно? Сколько Крэйг ответил? Крэйг сказал, что ему не нужна драка самоучастием. Ему нужен жесткий Андрей Костижнов, который умеет играть в батальку. Своим корпусом. Мы нужны шансы! Шансы, ребята! Шансы! Шансы, ребята! Это было круто. Верим в победу и нам вперед!